Всем привет, с вами Тома и в этом видео я хочу рассказать о некоторых пони новостях за прошедшие две недели. Пятое поколение. На официальных страничках Hasbro появились новые изображения с героями пятого поколения. Судя по текстам, которые сопровождали эти снимки, в новом составе будет всего пять персонажей. Главная героиня земная пони Санни, которая стремится вернуть в Эквестрии дружеские отношения между расами пони. Потерявшаяся единорожка Изи, пока что загадочный, но явно обворожительный жеребец Хич, первый мужской персонаж в основном составе, и две королевские сестры Пегасы Пип и Зип. Многие фанаты четвертого поколения безустанно пытаются распределить роли и типажи прошлой главной шестерки между этой пятеркой пони. Да, конечно, какие-то параллели провести можно, но я думаю, что стоит все же воспринимать новых героев как самостоятельных личностей и дать им шанс нас чем-то удивить. На коллажах, кстати, можно более четко рассмотреть будущие кьюти-марки персонажей, так как на начало фильма они, видимо, будут без них, и во многих промо-материалах пони сейчас пустобоки. Напоминаю, что фильм, стартующий пятое поколение, выйдет 24 сентября сразу на Нетфликс, минуя показ в кинотеатрах. Трейлер картины все еще не вышел. Пони Лайф За минувшие две недели Великобритания закончила показ всего второго сезона Пони Лайф, в котором действительно оказалось 14 11-минутных сдвоенных серий или 28 5-минутных эпизодов. Третий сезон Хасбро не планировала, и сюжет в последней серии по-своему завершился. Далее я коротко перескажу события второй половины сезона без разбивки по конкретным сериям. Если для вас это спойлеры, то тайм-код для промотки указан в описании видео. Напомню, что в прошлом выпуске события закончились на том, что после путешествия в параллельный мир Дикие Земли, пони вернулись домой, но также в Эквестрию затянуло и их новых друзей из того мира. Дальше идут 4 серии о том, как наши пони показывают гостям Эквестрию и проводят с ними время, укрепляя дружбу. Заканчивается арка тем, что Твайлайт стабилизирует портал, и перемещение между мирами теперь встроено просто в дверь. Дальше идет арка из 4 серий про кристальную ярмарку. В этом мире это классическая гастролирующая ярмарка с аттракционами и прочими развлечениями. В этих сериях из новых персонажей нам показали принцессу Кейденс и Шанин Кармара, а также Флима и Флема. Потом следует еще одна 4-х серийная арка про постановку пьесы, пони выбирают жанр, проходят различные испытания, вроде боязни сцены и желания уйти в более популярное шоу, и наконец выступают. Однако во время выступления происходят какие-то странные исчезновения предметов и прочего, за всем этим безобразием стоит, конечно же, Дискорд. И финальная арка из 4-х серий посвящена Дискорду и завершению событий, которые произошли в начале сезона. Напомню, что в начале мимо Эквестрии пролетала магическая комета, и после ее пролета в Пани Вилле появляется портал, и начинают происходить странные вещи, а во время наблюдения за ней пони загадывали желания. Расследование странной магии на шоу привело пони к Дискорду и к факту того, что с их загаданными желаниями что-то не так. Якобы все происшествия – результат искажения того, что они загадали. Дискорд в свою очередь признался, что похитил желания во время пролета кометы и действительно пытался их переписать своей магией хаоса. Пинки вспоминает, что очень удачно у Дискорда как раз день рождения, и пони пытаются организовать ему сюрприз вечерингу, чтобы он загадал свое желание отменить весь беспорядок в Пани Вилле и вернуть все на свои места. Но, увы, результат смешания магии желания и магии хаоса самого Дискорда только усугубляют ситуацию, и Эквестрии начинает сливаться с параллельным миром Диких Земель, с которым все еще соединена через портал. Общими усилиями с новыми друзьями и магией дружбы пони все-таки возвращают все на свои места, но портал должен при этом исчезнуть и им приходится прощаться. А завершается серия тем, что подобно финалу Friendship is Magic закрывается книга с общим снимком героинь, и Дискорд ставит эту книжку у себя дома на полку, а рядом портал в колбочке. Этот финал можно трактовать двояко, и как просто то, что за всеми бедами пони во втором сезоне действительно стоял Дискорд, который просто воспользовался пролетом кометы, чтобы основательно набедокурить, а можно воспринимать это и как то, что вообще весь мир этих пони это его лап дело. Еще после старта первого сезона с такой своеобразной рисовкой и законами мира, некоторые фанаты Friendship is Magic отмечали, что это похоже на одну сплошную шутку Дискорда или его сон или что-то подобное. Четкого ответа концовка сериала не дает, но эти последние кадры как минимум специально сделаны так, что об этом можно подумать. Лично мне этот спин-офф весьма понравился, я советую его посмотреть потом по возможности после появления субтитров или при официальном показе на каруселе, пока о датах которого, правда, ничего не известно, но сейчас там повторяют первый сезон. Пони Ферма от Геймлофт. Эти две недели в игре проходил очередной повтор жетонной акции про Школу Дружбы. К сожалению, вагонетку в игре, видимо, так и не починили, в остальном акция была без изменений, и у игроков был шанс либо собрать перзы, либо камни за повтор этапов. Новости игрушек. Появилось больше промо-фотографий набора Equestria Girls, Fashion Squad, Twilight Sparkle and Princess Cadence. С куколками снова идет порядка 40 аксессуаров и деталей одежды. Холмарк анонсировали новую елочную игрушку из своей коллекции по My Little Pony. В этом году в продажу поступит Pony Powder. В текущем номере журнала вышла новая версия фигурки Rainbow Dash. Идейно она повторяет самую первую ее фигурку, то есть просто обычная поза и без каких-либо аксессуаров. Однако это другой молд, который по-своему отличается от всех предыдущих. И, видимо, место производства фигурок для журналов также изменилось, потому что теперь пони идут в блистерах, и швы отливки стали куда более заметными. Плюс немного новинок с сайтов Simuland и Wildberries. Официальные комиксы. Наконец, продолжили выходить официальные комиксы. С месячным запозданием вышел 96-й выпуск про начало приключений Пинки Пай, Кеппера, Трикси, Флутершай и Дискорда в Абиссинии. После оккупации армии короля Шторма в царстве котиков очень не любят ни других существ, ни магию в любом виде. Поэтому наши герои сходу попадают за решетку, откуда их вызволяют старые друзья Кеппера из кошачьей банды мелких преступников. И также вышло превью начала уже второго кроссовера пони и трансформеров «Магия Кибертрона». Кроме того, вышел анонс комиксов на июль. В юбилейном сотом выпуске команды Rainbow Dash Spitfire и Келена наконец прибывают в королевство птиц, где старые дружеские отношения подвергаются испытанию, а новый загадочный враг скрывается в тени. Вместе пони разгадают тайну рыцарей гармонии. А в последнем четвертом выпуске «Магия Кибертрона» вернется дуэт Спайка и Гримлока. На диноботов нападают приспешники Сомбры и Спайк попытается всех защитить. А также в этом выпуске завершится общая история этого нового совместного приключения пони и трансформеров. Legends of Equestria Вышло обновление Legends of Equestria. Пегасы наконец собрали свой второй уникальный талант, а именно управление погодой. В таланте три умения – базовое управление водой и продвинутые снегом и бурями, а также молнией. Сходу применить навыки не получится, так как кроме того, что нужны очки талантов на их покупку, так еще нужны специальные кулоны, которые позволяют контролировать эту магию. А для кастования нужна специальная водная или электрическая материя, которую могут создать только единороги в деревьях, водопадах в понеделье и Хартлэнс или в факере тоже в Хартлэнс. А создается материя из эссенции, которую можно накопать в облаках Клоудополиса недалеко от стадиона. Причем нужен шестой уровень умения добычи. В общем, тот еще квест получается. Сами же пегасы с помощью этого таланта должны уметь еще и делать полезные вещи для других пони, например, поливать грядки. Такая тесная взаимосвязь между тройкой вторых талантов, а именно земледелием земных пони, наукой единорогов и погодой пегасов, по сути делает попытку в формировании некой экономической системы, или просто создание взаимосвязей между игроками, когда ты сам не можешь сделать все то, что нужно для твоего персонажа. Также обновили квест на уборку зимы. Если вы уже сделали квесты за все три стандартные команды в прошлых годах, то теперь чек-лист выдаст вам особое задание с особой наградой новым жилетом. К сожалению, у меня не получилось посмотреть этот обновленный квест на стриме, ровно как и до конца разобраться с талантами пегасов прямо на трансляции, но вы все равно можете полистать запись на канале, ссылка указана в описании. Пони мероприятия. 8-9 мая в Москве пройдет конвент Нью Броникон. Первый день в конце Меридиан, второй в клубе Правда. Я собираюсь быть на мероприятии в первый день со своим столиком и готовлю новый интересный мерч и крафт, однако в середине дня мне также предстоит судить косплей дефиле, поэтому я буду на месте далеко не все время. Однако будет приятно увидеть всех, кто планирует быть на конвенте. Также в связи с этой поездкой, следующие две недели на канале будет не совсем обычное расписание, зато возможно для творческого канала удастся сделать пару роликов про подготовку. На главной странице этого канала есть плейлист со второго, так что можно проверять просто там. Это были все пони новости, о которых я хотела рассказать. Список новых специально снятых роликов за эти две недели я оставлю в закрепленном комментарии, проверьте, возможно вы что-то пропустили. До встречи в следующих видео, с вами была Тома, пока!